Когда у него спросили, каковы итоги вот этого визита, он сказал, что мы поможем нашим китайским товарищам и их экономике, обеспечив их нашими природными ресурсами и нашими полезными ископаемыми, и таким образом китайская экономика станет высокотехнологичной экономикой. Парень из министерства об этом прямо в телевизоре сказал ему. Подсоединись, попробуй к электроэнергии сходить. Я пробовал неоднократно. Подключи газ, я пробовал. И посмотри, во что тебе это обойдется и как. Тут у меня сразу много вопросов. Согласуй, вход пойди официально, легально, два года будешь ходить. Хочешь быстро, ищи другие варианты. Знаешь, что тебе ответят? Мы не принимаем решения, мы только руки поднимаем. И он тебе скажет, куда пойти. Точно. Смотрим группу факт, они правила пишут. Смотрим группу Эггмант, они для Российской Федерации правила пишут. То есть зарубежные консалтинговые конторы? Точно. До более мелких еще дойдем. Смотрим, например, базельские соглашения, почитайте их внимательно. Они пишут правила для нашей финансовой системы. И вы увидите, что Российский Мониторинг под полным контролем от международной группы. И то, что творит Российский Мониторинг, мягко говоря, достаточно одних только действий Российского Мониторинга, чтобы убить российскую экономику к чертовой матери. Это государственники. Ему ставятся государственные задачи. Он эти государственные задачи выполняет. И, между прочим, выполняет очень качественно. Понимаете, именно поставлена задача пополнять бюджет, он его пополняет. Ему поставят задачу заботиться о мире бизнеса. Поверьте мне, он точно так же пойдет и будет заботиться о мире бизнеса. Вопрос целеполагания. Я предлагаю вернуться к более экономическим темам. Ребята, сейчас я постараюсь быть намного более кратким, потому что по любой теме здесь можно лекцию. Смотрите, низкая платежеспособность населения обычно фигурирует как первая причина экономических проблем. То есть люди просто не могут ничего купить. Как вы можете это прокомментировать? Как решить эту ситуацию? Это правда. У населения действительно низкая платежеспособность. Причин огромное количество. Во-первых, Центральный банк Российской Федерации сжимает и продолжает сжимать денежную массу. Во-вторых, огромное количество денег у нас уходит в никуда, на всякие войнушки, на всякие игрища. И у людей просто тупо не хватает денег. В-третьем, шестой подряд снижается покупательская способность. В том числе по причине того, что у обычных бизнесменов денег все меньше и меньше, и заработные платы платить все сложнее и сложнее. Запад тут ни при чем. Следующая причина, что принимаемые экономическим блоком правительства все экономические меры, они невероятно половинчаты. Они невероятно половинчаты. Если вы посмотрите, я смотрел все постановления правительства в части, касающиеся всех этих государственных социальных программ, то там будут выделяться буквально триллионы рублей, в том числе на развитие наукоемких технологий, цифровую экономику. Но то, как они будут выделяться и как они будут распределяться, не сильно повысит платежеспособность населения. Поэтому, знаете, давайте лучше поговорим о решениях. Вот именно это интересно. Вот именно о решениях. Потому что, смотрите, если, допустим, мы принимаем за аксиогу, что национальное достояние страны создают вот эти вот ребята, работающие в каких-то компаниях, то этим ребятам, работающим в самых разных компаниях, нужно дать возможность зарабатывать. Верно? У нас с вами первое предложение. У нас с вами бардак с НДС. У кого-то ставка 0, у кого-то 10%, у кого-то 20%. Вот тут, кстати, вопрос. Есть предложение вообще убрать НДС и налог с продаж выводить? Можно. Как вы к этому? Можно. Но я бы пока на первом этапе, я это просчитывал неоднократно на калькуляторе, более того, очень умные люди из разных институтов эту вещь проверяли. Я бы просто сделал налог на добавленную стоимость одинаковым для всех 10%. Если кто-то скажет, ой, нет, сейчас ставка на НДС или на стоматологические оборудования, на услуги равна нулю, а если мы поднимем НДС для них, то там вырастет стоимость услуг. Или сейчас там для мелких сельхозтоваропроизводителей нулевая ставка НДС, они работают на ЕСХН, а если вот тут увеличим им НДС, заставим платить 10%, тогда хлеб подорожает или молоко. Нет, не подорожает, потому что это абсолютно безграмотный подход, потому что смотрите, одновременно с этим, для этого сельхозтоваропроизводителя, стоимость бензинчика должна снизиться, мы же НДС отсюда убираем, стоимость комбайна должна снизиться, мы половину НДС отсюда убираем, стоимость соляра должна снизиться, стоимость аренды должна снизиться. Одно компенсирует другое, но в результате у нас благодаря одной, только этой мере коррупция исчезает автоматически, незаконные вычеты по НДС автоматически исчезают, у нас автоматически в этом случае исчезают обнальные конторы, потому что тогда нет никакого смысла будет заниматься обналичкой. У нас обналичка прощения НДС будет 10% заплатить, чем за обналичку 16-18% платить. То есть вот это первичная мера. Вторая мера. Давайте позволим обновлять основные фонды, давайте позволим, если ты собираешься купить что-то у реального товаропроизводителя, какое-то оборудование, чтобы ты сразу это ставил на затрату, уменьшал налог на прибыль. Произойдет резкое снижение налога на прибыль. Это тут же отразится на эффективности производства, потом все вырастет. Следующий момент. Давайте проведем нормальную приватизацию. По моим данным, 75-80% российской экономики это государственная монополистическая экономика. Следующий момент. Давайте наложим мораторий на изменения законодательства и всему микробизнесу скажем. Пацаны, платите эти несчастные, например, 5%, и к вам никто никогда приходить не будет. Убираем всякие административные барьеры, убираем это безумие с маркировкой рубашек, трусов и со всем остальным. Торгуйте, продавайте, занимайтесь. Следующий момент. Давайте людям, скажем, зарабатываем. Следующий момент. Давайте запустим пропаганду того, что государство не должно управлять экономикой. Государство должно защищать людей от самого себя. Вот для чего нужно государство. Следующий момент. Давайте введем либо плоскую шкалу по страховым взносам и НДФЛ, либо обратно пропорциональную. Сейчас оно у нас плоское, но что я имел в виду? Там некоторые настаивают на том, чтобы ввести прогрессивную шкалу. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше тебя берут налогов. Это подавляющая система. Мы не должны брать ее в качестве примера со стран Запада. Нужна разумная обратно пропорциональная шкала, заставляющая людей, сейчас поясню, заставляющая людей легализовывать заработные платы и стимулирующих работать легально. Например, если у тебя заработная плата в месяц 200 тысяч, ты НДФЛ платишь 10%. А если у тебя зарплата в месяц 100 тысяч, ты НДФЛ платишь 15%. А если у тебя зарплата в месяц 50 тысяч, ты НДФЛ платишь 20%. Да, дорогой? То есть поощряем тех, кто много зарабатывает. Поощряем тех, кто много зарабатывает. Представляешь, какой ужас? Представляешь, какой кошмар? Представляешь, как возмутятся люди, которые привыкли получать получки и нихера не делать на работе? Представляешь, как возмутятся люди, которых 70 лет при советской власти воспитывали, что царь за них... То есть при царях воспитывали, что царь за них отвечает. Потом при коммунизме их воспитывали, что КПСС за них отвечает. А дальше давайте перестанем оплачивать отпуска после этого. И скажем, человек, заработай себе на отпуск, какие проблемы? Только все нужно делать постепенно, не надо никаких резких движений. Я бы эту программу делал лет 20-30. А после этого давай скажем, братан, слушай, а давай ты сам позаботишься о своей собственной пенсии. Не работодатель, а ты сам. Поверьте мне, нет работодателей, которые бы зажимали деньги. Они хотят платить больше. Вопрос, где взять? То есть 20-летняя программа, через 20 лет ты полностью сам будешь заботиться о своей пенсии, но страховые по тебе будут ноль. Если ты просто сейчас возьмешь, вот ты зарабатываешь копейку, да? Или кто-то зарабатывает зарплату там 30 тысяч. А с 30 тысяч страховые составляют 9 тысяч рублей. Если этот человек эти 10 тысяч рублей в месяц будет относить в Сбербанк под 5% годовых, то к пенсии у него будет столько денег, что он бизнес-классом будет летать на западные курорты, понимаешь? С поправкой на стабильность рубля. Файн. Есть огромное количество инструментов. Давайте еще запустим обучающую программу, акции, облигации, негосударственные пенсионные фонды, фонды хеджирования и страхования рисков. И так далее, и тому подобное. Ваш подход в целом понятен, но основное, почему обсуждают ту же прогрессивную школу налогообложения, имеются в виду люди, которые те же олигархи, которые имеют астрономические там цифры или топ-менеджмент госкорпораций, которые непонятно... У них активов нет в России. Их активы, находящиеся в России, зарегистрированы в офшорах, и они вообще никаких налогов не платят. То есть с налогами рано разбираться, пока деньги не вернем сюда? Нет, это все, понимаешь, это комплексная программа. Вот вещи, которые я назвал, из серии «позаботься себе сам» я готов выкатить целую программу. Я бы вообще это отнес чуть ли не на самое последнее место. Их надо делать будет. А первое? Первое место довольно простое. Смотри, показываю на пальцах. Вот растущий тренд экономика растет, растет, растет. Или там... Все хорошо, когда растущий тренд, все хорошо. Тот, кто управляет этим растущим трендом, мы его хвалим и так далее. А вот падающий тренд, как у нас, в любой организации, если тренд все время падает, никакими иными мерами ты его не поднимешь, кроме как смены руководства компании. В отделе тренд все время падает, меняй начальника отдела. Не существует других способов изменить этот тренд. Соответственно, это естественный закон. Такой же закон, как силотяжести. Мы опять вернулись к необходимости смены аппарата. Отсюда делай вывод относительно страны. Понятно. Даже не аппарата. То, что аппарат прогнил сверху донизу, и Российской Федерации никто не управляет, страной сейчас пытаются управлять. Это жалкие потуги под названием «Мы пытаемся управлять». Спецслужбы. Почитайте статью программную, статью Владислава Юрьевича Срукова. Которая долгое государство Путина. Совершенно верно, что 21 век пройдет под веком спецслужбы. Это будет век спецслужбы и Путина и так далее. Вот они делают жалкие попытки как-то управлять страной. И они это делают, как их учили, как умеют. Понимаете? Вот и все. Причем жалкие попытки – это красивые майские указы, национальные проекты. Что об этом скажете? Что толку от них? Что толку? Я их все изучил до одного. Понимаешь? Вот в отличие от ребят, которые нас смотрят, все в виде постановления правительства, концепций, программ и так далее и тому подобное. Они никак не скажутся ни на экономике, ни на ребятах, которые нас с тобой смотрят. Они нужны для того, чтобы… Для хорошего пиара они нужны, а также они нужны для удовлетворения потребностей собственников Российской Федерации. Ради них сейчас меняют валютное законодательство. И с 1 января 2020 года можно будет не возвращать валютную выручку, можно будет не возвращенную валютную выручку отправлять на свои личные карточки. Там целая программа разработана последовательно. Для каких-то отраслей сразу можно будет не возвращать валютную выручку. Для каких-то последователей, для нефтегазовой отрасли там градация идет в течение нескольких лет, это полностью будет отменено. Но кайф же. То есть отток капитала только вперед? А не, что значит отток? Это уже не отток, это как сказать. Для того, чтобы отток был, сначала должен был быть приток, а потом уже отток. Это сейчас отток. А так его просто не будет. Я понял, я понял. Не, ну хороший закон. Пациент не болен, пациент мертв. Я понял. Не, не, всегда надо мыслить позитивно. Предлагаю немножко смениться, посмотреть более глобальный вопрос. Я даже зачитаю. В чем проблема такого положения, в чем причина подобного положения дел базовая? Почему руководство финансово-экономического блока принимает настолько вредные решения? Популярные варианты ответа, то, что распространено и на ютубе, мы колония США, или мы недоросли до США, или у власти ОПГ, и так далее, и тому подобное. В глобальном ключе. Что вы поэтому скажете? Я вам так скажу. Я противник того, чтобы мы сейчас наклеивали бирки. Я не знаю там, как назвать тех, кто у власти. Я не считаю, что у власти ОПГ, потому что я некоторых из тех, кто у власти, знаю лично. И поверьте мне, это очень порядочные люди. И я знаю чиновников, которые живут только за заработную плату и пользуются иными привилегиями, которые им государство официально предоставляет. Поэтому давайте не музим всех. Мир не черно-белый, он цветной. Он цветной. Не бывает такое, что там, если они у власти, они все плохие. Нет, это неправда. Поверьте мне, я знаю налоговиков, которые не берут взятки. Вы, друзья, тем временем можете писать негативные комментарии. Я знаю, что они будут писать. Послушай, ну, в конце концов, я не артист, чтобы нравиться. Я полностью согласен. Я не политический деятель, я ни на что не претендую. Я в свой адрес слышал столько мата. Один пишет, он жопу лижет. Это под каждым моим роликом можно найти. Я не ищу дешевой популярности, мне на нее насрать. Я имею право на свою точку зрения. Я знаю нормальных, порядочных чиновников. Я знаю нормальных, порядочных ментов. Я знаю лично нормальных, порядочных судей. Поэтому еще раз, сейчас отвечу на ваш вопрос коротко и быстро. Но я призываю, давайте не будем все мазать черный цвет, хотя бы потому, что это не является правдой. Созданная система в целом, она, да, порочна. Это правда. Но люди там разные. Но люди там разные. И есть среди тех, кто искренне пытается изменить ситуацию к лучшему. Например, господин Георгий, замначальник ФНС России. Да, он не на стороне бизнесменов иногда, но он очень разумные вещи принимает и делает. Или глава ФНС Мишустин, Михаил Владимирович. Это государственник. Ему ставятся государственные задачи. Он эти государственные задачи выполняет. И, между прочим, выполняет очень качественно. Понимаете, именно поставлена задача пополнять бюджет. Он его пополняет. Ему поставят задачу заботиться о мире бизнеса. Поверьте мне, он точно так же пойдет и будет заботиться о мире бизнеса. Вопрос целеполагания. Так вот, коротко отвечаю. Смотрите. Действительно, в некоторой части, я сейчас назову в какой, Российская Федерация как страна находится под контролем, под полным контролем тех пацанов, которые не проживают в Российской Федерации. В интернете откройте и внимательно посмотрите документы группы ФАТФ. ФАТФ она называется. И посмотрите документы Российской Федерации. И вы увидите, что Российской Федерации под полным контролем от международной группы. И то, что творит Российской Федерации, мягко говоря, достаточно одних только действий Российской Федерации, чтобы убить российскую экономику к чертовой матери. Вот для моих зрителей, да и вообще в целом для Ютуба, это очень интересно, потому что обычно о Росфин-мониторинге никто не говорит. Обычно обсуждают Центробанк, ведомство Орешкин. Вы понимаете, что вот примерно вот столько нормативной базы по Росфин-мониторингу. Из последнего я вчера снимал ролик по очередному их изменению, по-моему, к 636 приказу. И там, допустим, бухгалтерская компания на аутсорсинге обслуживает бизнесмена. И если эта бухгалтерская компания обслуживает бизнесмена, ведет их в бухгалтерию и делает за них платежи, управляет их расчетными счетами, то эта компания должна будет зарегистрироваться в Росфин-мониторинге, иначе штраф 400 тысяч. Она должна будет собрать на каждого из них досье, согласно приложению номер 2 к этому приказу, вплоть до размера трусов и анализа мочи. Образно говорю, ну идея примерно такая, можем сейчас пройти в кабинет, я покажу это приложение номер 2. После этого эта компания должна будет собирать аналогичные сведения по всем контрагентам этих клиентов. И эта бухгалтерская компания может блокировать в некоторых случаях все их сделки, все их операции и так далее. Или еще, например, молодежь любит всякие платежи PayPal-систему и так далее, Яндекс.Деньги, WebMoney. А вы впустишься, что 73-м федеральным законом от 3 июля теперь все это будет под контролем налоговиков. Федеральный закон уже принят, Путин им подписан, но он вступил в силу 2 недели назад. А как это все связано с зарубежными... Отвечаю, будешь понимать, вопрос, вы задаете глобальный. Да, да. И вот таких примеров много. Смотрим группу FACT, они правила пишут. Смотрим группу EGMENT, они для Российской Федерации правила пишут. То есть зарубежные консалтинговые конторы? Точно, до более мелких еще дойдем. Смотрим, например, базельские соглашения, почитайте их внимательно. Они пишут правила для нашей финансовой системы. Причем все, что я называю, это документы, которые можно почитать в открытом доступе. Я здесь даже не использую никакой мистики. Я не использую понятие мировое правительство. Я не говорю про трехстороннюю комиссию. Я не говорю про Белдербергский клуб. Я говорю только про официальные документы, висящие на официальных сайтах наших министерств и ведомств. После этого пусть молодежь займется этим, пусть молодежь посмотрит, кто разрабатывает законопроекты и консультирует наше министерство и ведомство. Это же информацию несложно добыть. Какие западные компании разрабатывают законопроекты и консультируют наше министерство и ведомство? Проще некуда, понимаешь? Поэтому в какой-то степени, в какой-то степени, в части, хорошо, последнее, ради прикола, найдите такую возможность, я так делал, получите пропуск в Госдуму, походите по коридорам Государственной Думы и попробуйте вывести на откровенный разговор любого депутата Государственной Думы от рядового до председателя комитета. И скажите, депутат, слушай, есть шикарный закон, который спасет твою задницу и Родину в целом. Давай! Знаешь, я тебе ответил? Мы не принимаем решения, мы только руки поднимаем. И он тебе скажет, куда пойти точно? Не на три буквы. Они знают, кто инициирует эти вещи и так далее. Поэтому международные финансовые институты, они, конечно, однозначно влияют на Российскую Федерацию, но здесь вы должны понимать, что здесь присутствует некое негласное соглашение. Собственникам Российской Федерации разрешили использовать Российскую Федерацию, как они считают нужным, и полностью использовать ресурсы для своего собственного обогащения, снабжая одновременно ресурсами развитые экономики. И делай тут на этой территории что хочешь, и вывози сколько хочешь, и зарабатывай сколько хочешь. Но ты бы обмен должен принять такие законы, чтобы на этой территории не было конкурирующих производств с теми высокотехнологичными и прочими западными компаниями. Чтобы с одной стороны они снабжались сырьем, пожалуйста, сырьем вывозить что хочешь, богатей как хочешь делай что хочешь, только налоги и прочие ограничивающие законы должны быть такими, чтобы на этой территории не родилось ни одного конкурентноспособного производства. Я ради прикола позавчера, готовясь к этим съемкам, в сотый раз посмотрел платежный баланс Российской Федерации и открыл структуру экспорта Российской Федерации. Ребят, откройте, откройте, проверьте мои слова, там вот такие портянки. Откройте, посмотрите структуру российского экспорта. Как ты думаешь, как и много высокотехнологичной продукции Россия производит и экспортирует? Дай бог процентов 5. Высокотехнологичной продукции меньше 1%. В целом продукции машиностроения, цифра плавает между 5 и 6%. Все, отрезай. Дальше оборонка, дальше лес, но лес в основном не учтенный уходит. Дальше газ, дальше нефть, дальше минеральные удобрения. Даже сельское хозяйство, которое мы с колен подняли, в структуре экспорта занимает не больше 7%. И тут же, ребятки, проверьте, молодежь, проверьте, а сколько процентов в структуре американского экспорта составляет продукция высоких технологий? А японского, а немецкого? Все, пацаны, давайте научимся наблюдать. Не слушай, а открываешь вот эти данные, смотришь, анализируешь, смотришь законы, и у тебя все ответы на вопрос от того, от чего и почему. Подсоединись, попробуй к электроэнергии сходи. Я пробовал неоднократно. Подключи газ, я пробовал. И посмотри, во что тебе это обойдется и как. Тут у меня сразу много вопросов. Согласуй, вход пойди официально, легально, 2 года будешь ходить. Хочешь быстро, ищи другие варианты. Варианты. Смотрите, как раз вы упомянули лес. Сейчас на моем канале вот как раз разбор третьей части интервью Андрея Караулова с Татьяной Давыденкой, которая в Красноярском крае опубликовала информацию о хищениях. В итоге ее сняли с должности, там против всех процедур. Да. И вопрос хочу задать вам вот какой. Вы все-таки специалист по бизнесу, и у подписчиков есть часто такой вопрос. Вот эта система, которая, очевидно, там много всего происходит, того, что должно вызывать интерес у правоохранительных органов, за этим кто стоит? Это китайское влияние? Или это у нас? Ребят, отвечаю абсолютно честно. Я, будучи на Дальнем Востоке неоднократно, в Иркутске неоднократно и в целом в Восточной Сибири, включая Читу и вот в тех краях, откуда этот лес вывозится, я разговаривал с людьми, которые, как вам правильно сказать, ну, скажу прямо, которые в этом участвуют. Которые в этом участвуют. Так вот, они, когда об этом мне говорили, они об этом говорили шепотом. А я вообще об этом говорить ничего не буду, даже шепотом. Вы уж меня простите, даже шепотом ничего не буду говорить. Могу лишь сказать то, что имею право сказать. Откройте очень-очень мутный, полностью мутный, неперевариваемый федеральный закон о территориях опережающего развития и внимательнейшим образом изучите концовку этого федерального закона. Это шаг номер один. Шаг номер два. Посмотрите, а он вступил в силу с 1 января этого года, 19-го года. Шаг номер два. Этого или прошлого, не помню, ну, вот только недавно вступил. Шаг номер два. Посмотрите, как этот федеральный закон реализован на территории Иркутской области, Забелькайского края, Читинской области и так далее. И какие соглашения в соответствии с этим законом подписаны. Шаг номер три. Посмотрите, сколько стоит аренда одного гектара кедровника. Гектар кедровника, представляешь? Можешь себе представить, сколько одно дерево стоит? А ты посмотри, сколько стоит гектар в год. Смотря кто и кому продают. Два доллара. Дальше посмотрите, после этого посмотрите, А сколько тысяч квадратных километров уже отдано на 50 лет Дружественной нации, значит, Дружественной нации, Насчитывающей полтора миллиарда населения. А дальше посмотрите, какие правила на этих территориях Будут действовать в ближайшие 50 лет. Но это лишь официальная часть. Вот то, что вы можете посмотреть официально, Это вот только официальная часть. А есть еще другая часть, Про которую я рот открывать не буду. Страшные вещи. Но как вы видите решение этой ситуации? Очень простое решение. Оно как три копейки простое. Оно реально очень простое. Одна из вещей, которая предлагалась. Там же китайцы, они построили... В общем, если вы внимательно посмотрите границу с Китайской народной республикой, То вы увидите широкополосные шоссе, Которые прямые такие, Упираются в границу и обрываются. Упираются в границу и обрываются. То есть инфраструктура вся создана, Ее можно будет использовать и в военных целях, и в мирных целях. Никто же не запрещает нам сотрудничество. Давайте просто скажем нашим братьям-китайцам. Любые деревообрабатывающие производства только на нашей территории, Вывозить можно только готовые изделия, точка. Что касается рабочей силы... Я имею в виду это решение. Реально, скажем так, пролоббировать, Если... Насколько сильно влияние с той стороны? Нет, нет. В условиях нынешней системы управления На эту минуту это невозможно полностью. Фули импосибл. Вот фули импосибл. Полностью невозможно, понимаешь? На эту минуту это полностью невозможно. Ни в одной части, О которой я отказался говорить, Ни в другой части, В части легальных этих вот вещей, Как я сказал. Хорошо. В целом понятно. Это исключено. Соответствующие договора подписаны. Мне понравился, как один министр, Или там замминистра, Когда Владимир Луч летал в Китай С официальным государственным визитом, Когда я это своими собственными глазами В телевизоре смотрел, И где-то в интернете это есть, Когда у него спросили, Каковы итоги вот этого визита, Он сказал, что мы поможем Нашим китайским товарищам И их экономике, Обеспечив их нашими природными ресурсами, И нашими полезными ископаемыми, И таким образом китайская экономика Станет высокотехнологичной экономикой. Парень из министерства Об этом прямо в телевизоре сказал. Вот ответ на вопрос. Все соглашения, все договора подписаны. План реализован. И план реализуется. Мы же друзья. А что мы же друзья? Есть еще одна деталь. Естественный закон природы. Русские уезжают, Несмотря ни на что, С Дальнего Востока И из Восточной Сибири. Посмотрите, Посмотрите официальную статистику. Тупо посмотрите официальную статистику. Не надо пользоваться слухами. Данные Росстата просто смотрим. Природа не терпит пустоты. Кто-то эту территорию должен Будет освоить. По мне, Я бы принял государственную программу, В соответствии с которой Я бы разрешил Я бы разрешил Создавать немцам, Англичанам, Американцам И прочим ребятам Европейских национальностей Создавать там свои города. Делайте там, Что хотите. Одно только условие. Вы с территории России Вывозите Только Готовую продукцию. Никакого сырья. Забирайте хоть всю Сибирь. Стройте немецкие города. Стройте французские города. Ввозите свою рабочую силу. Мы им будем сразу Давать российское гражданство. Потому что это все равно Будет занято. Поймите вы простую вещь. Только сейчас Это занимается По факту Втихаря Путем разграбления. А я хочу Это все равно Будет занято. Мысль интересная. Раньше я не встречал. Хорошая мысль. Надо будет ее вдумать. Екатерина вторая Так делала. Я понял. Ни хрена с нами Не произошло. Мы стали только богаче. Все по-божьей было немцами. Предлагаю пересек Следующей теме. С удовольствием. Вы также упомянули В ответе на предыдущий вопрос О том, Как тяжело Подключиться К естественным монополистам. Свет, газ, вода. Мне тяжело Просто несешь Нужную цифру Согласованную Путем переговоров И все. Смотрите Есть Очень широко Обсуждается И люди об этом Думают Люди этого хотят Что Естественные монополии Должны оставаться В руках государства Не какие там Акционерные общества И так далее С четкими правилами. Какие люди так думают? Молодые люди так думают? Разные люди Разного возраста Ну я их поздравляю тогда Ну что Я жил при социализме Дорогой мой человек Я был пионером Был комсомольцем Секретарем комсомольской организации Секретарем комитета комсомола Был правильным пионером Комсомольцем Правильным коммунистом Я получал два года Персональную стипендию ЦК в ЛКСМ И так далее Я знаю ту систему И вы сейчас ратуете За ту систему Давайте Какие проблемы? Новость от 20 июля Подключение новой школы В Чите Конкуренция нужна Конкуренция 34 миллиона рублей 34 миллиона Крышак отъехал полностью У чиновников Ну я имею ввиду Под словом чиновники Я имею ввиду этих монополистов Конкуренция нужна Слово конкуренция Ну а как например При централизованном Теплоснабжении Давай будем брать Хороший опыт У западных стран А плохой будем Отбрасывать Сколько стоила Этим летом И в прошлом летом Электроэнергия В южных штатах США Отрицательная стоимость Они Они были Производители электроэнергии Готовы В Мексике Готовы тебе доплачивать Лишь бы ты потреблял Иначе все взорвется Отрицательная стоимость Вот что дает конкуренция Понимаешь Сланцевая нефть Давай сравним Тупо сравним Стоимость бензина у нас Стоимость бензина Например В такой стране Как Румыния Стоимость бензина Я специально называю Производители И не производители И стоимость бензина Например в США Благодаря сланцевой нефти Цены Ниже чем в России Как ни странно Понимаешь Конкуренция нужна Везде нужна Жесткая конкуренция Наоборот Эти монополии Необходимо дробить На десятки Конкурирующих компаний Какие-то из них Потом дорастут До мирового уровня Но по-любому Конкуренция будет сохранена Вот здесь Этажом ниже У нас магазин Магнит Там качество еды И так-то не очень хорошее Но так как теперь Это государственная сеть Вы, наверное, в курсе После того, как ее Отжали у Галецкого Ну, я вот стараюсь Такие магазины не ходить Там пахнет социализмом А не едой Понимаете Это решается очень просто Это решается путем Дробления монополий Путем приватизации И путем постепенной Приватизации С введением Разумной конкуренции Разумных правил игры В этом нет ничего сложного Не надо абсолютно ничего Выдумывать До тех пор Ведь вы-то вот это вот теоретически знаете А я это на практике Стоимость этих подключений знаю Плюс я работал Чуть-чуть работал Внутри этой системы И, как вам сказать То, что я Эти вещи я знаю Не из газет и журналов А вот как Эти люди общаются Почему они так делают Как эта система Изнутри устроена Ее можно уничтожить Только одним единственным способом Передать в частные руки И устроить конкуренцию Тогда клиента будут облизывать Его будут облизывать И все Путем регулирования Мы эти вещи Не отрегулируем Слишком большая страна С точки зрения территории И слишком слабая Система управления Точнее она почти полностью отсутствует Подход понятен В России считается опасно Заниматься политикой Особенно, когда есть что терять С другой стороны Пока ты не занимаешься политикой И она будет заниматься тобой Каковы настроения В бизнес-сообществе В этом вопросе? А бизнес-сообщество Прикатано Раздавлено Бизнес-сообщество Находится в страхе Относительно этого Потому что бизнес-сообщество Действительно есть что терять Поэтому одна часть Бизнес-сообщества Уже свалила на запад Западные страны Остались самые порядочные На мой взгляд Самые ответственные Самые честные Которые тем не менее Боятся тоже что-то потерять Но процентов 30 из них Минимум Это вот из моих разговоров На всякий случай Стали себе тоже готовить Какие-то аэродромы На случай Если здесь начнется Экстраприация Или если начнется революция Поэтому части Касающиеся бизнес-сообщества Я бы не стал надеяться На то, что бизнес-сообщество Начнет открывать рот По этому поводу И что-то с этим делать На бизнес-сообщество Пожалуйста, не рассчитывайте Ну как вот это согласуется Что люди активные Предпринимают Создают Изменяют мир И в политику Я на самом деле Рекомендую сейчас Бизнес-сообществу На каждом семинаре Делать следующее Я говорю, ребят Хорошо Вы боитесь выступать Против подавляющих законов Часто А не часто Подавляющие бывают Вы боитесь выступать Против тотального контроля Вы боитесь выступать Против бизнесмена Боитесь выступать Против беспредела властей Хорошо Тогда идите И меняйте общество Творя добро Идите Я не знаю Занимайтесь благотворительностью Идите в школу И читайте там лекции Детям И с вот такого Юного возраста Рассказывайте им Что в бизнесе Работают не сволочи Рассказывайте им Что такое деньги Что такое экономика Откуда деньги Берутся в бюджете Как это все распределяется Как это все течет Видоизменяется Повышайте грамотность населения Повышайте грамотность Школьников Но делайте что-нибудь То есть на самом деле Вот то, что я показываю Это эволюционный путь И у нас еще Не начали сажать За то, что кто-то пойдет Прочитает какую-то Разумную лекцию в школе О том, как устроена экономика И как честно зарабатывать деньги И вот если мы хотя бы Вот это начнем делать Знаете, что произойдет? Власть сменится Сама собой В какой-то перспективе В какой-то перспективе Даже на улицу выходить Не надо будет В конце концов Представим себе Такую картину Все мы смертны Посмотрите Сколько нашим вождям лет Ну окей Пройдет еще 10 лет Да И люди твоего возраста А школьники К тому времени Станут взрослыми людьми И они тебя поддержат Вы и будете управлять Этой страной Поэтому, ребят Нет никакого Вот мне в этом отношении Очень нравится посыл Который В этом фильме Терминатор Первый или второй терминатор Что будущее Не предопределено Мы здесь И сейчас Сами создаем Своё будущее И мы можем На него влиять Поймите правильно Но отвечая на ваш вопрос Относительно влияния бизнеса Вот так вот Еще бизнес может влиять В открытую нет Поэтому у каждого бизнесмена Спина гибкая Система власти Устроена таким образом Что завтра Тебе пришлют налоговую инспекцию Завтра Тебе пришлют ментов У тебя обязательно Найдут экстремизм Терроризм И хер знает Сколько еще Измов у тебя обнаружат Нет 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 и нет Проблема заключается в том Проблема ключевая заключается в том Что По моему К моему Глубочайшему Сожалению Руководство Спецслужб Силовых структур И наши власти Думаю Что они смогут Прикатать Поляну Закатать всех Всех запугать И править вечно Понимаете какая вещь Олигархи Присягнули Нашему Все В вечной преданности Высшее руководство Силовиков Тоже Присягнуло Нашему Все В вечной преданности Они будут держаться За власть До последнего Но почему-то Они решили Что они смогут Удержать власть Путем раскатывания Тонким слоем Всего и вся Это большая ошибка И поэтому Получается Что Наши власти Своими Не очень Разумными Действиями Здесь и сейчас Умышленно Готовят революцию А я против революции И я бы их просил Я бы их просил Быть более разумными И каток Загнать в гараж Зачем им революцию? Я не понимаю Я когда разговаривал С некоторыми людьми Которые в теме Они искренне считают Что они могут Всех запугать Я причем не шучу Абсолютно Они искренне считают Что они могут Всех запугать И никто не дернется Ответ я услышал такой Да никто не дернется Я передаю вам Прямую речь Чтобы вы понимали Это был серьезный человек? Человек Который принимает И реализовывает Решение по прикатыванию Один из Серьезный Могу сказать Что звезд много И звезды большие Немаленькие И они искренне считают Что они могут Всех прикатать В общем вся проблема То есть напряжение Будет нарастать Нет, там есть еще Подожди Там есть еще И другие люди Из экономического блока Которые делают Разумные люди Между прочим Которые делают Жалкие попытки Все-таки Пройти по этому Лезвию На основе Здравого смысла Но даже Их действия Сейчас стали Непредсказуемы Хаотичны И по моему мнению Не подчиняются Абсолютно Никакой логике Либо это логика То что я наблюдаю По нормативной базе По постановлениям Правительства Это логика В интересах Скрытых групп влияния То есть есть такая вещь Как скрытые группы влияния И вот так Но не они принимают Окончательное решение Потому что Первое лицо Он к ним Особо-то и не прислушивается Он махнул рукой Как ну ладно Да триллион Ну хорошо Давай выделим А стратегически В части касающейся Стратегические решения Он прислушивается К друзьям Которым он доверяет А доверяет он Своим Что называется Ну мы примерно знаем Кто эти Да Из своей области Вот Хорошо Другая тема Путин В интервью Financial Times Сделал громкие заявления Которые обсудили Уже все европейские политики О том что наступает Конец либерализма США В наглую нарушают Правила ВТО В торговой войне С Китаем И так далее И так далее Западный мир Рушится Что происходит На ваш взгляд Но он это сказал Для того чтобы Оправдать свои собственные Действия И может быть Наш президент Не знает что означает Слово либерализм Людям продали идею Что слово Либерализм Означает хаос Замешательство Беспорядок И все остальное А либерализм Вообще-то Означает только одно Не снимай Кандидатов С выборов Позволь людям Самим Выбирать себе Власть Либерализм Означает Власть Должна быть Сменяема Срок президента У нас по конституции Когда он пришел К власти Был установлен 4 года И согласно конституции Он должен был Быть нашим правителем Два раза по 4 года Вот что такое Либерализм Понимаете И я могу вам продолжать Продолжать И продолжать Ну Считается что Экономический либерализм Это основанный На реформах Гайдара Который Конечно Конечно На реформах Гайдара Он основан И так далее Да Оставим Гайдара в покое Давайте Оставим Гайдара в покое Гайдар Нами правил Один год И было это Тогда Когда вы еще Не родились Нахер Гайдара У нас Нами правят Уже 20 лет Люди Которые Как раз Ненавидят И не любят Либерализм Может быть Этим людям Хватит Ссылаться На злостные 90-е И плюс Напомню пожалуйста Если молодые Это не знают Вы посмотрите Внимательно А где те Кто сейчас Хаят Либерализм 90-х Работали В эти 90-е И чем они занимались Ведь они же Те кто нами правят Они и в 90-е Нами правили Ведь так нет Да Поэтому и считается Что они продолжатели Либеральной политики Правительство Гайдара И все остальное Нет никакой Либеральной политики Ни в политике Нет либерализма Ни в экономике Ну какой либерализм Если у нас 70-80% В экономике Государственной Где вы здесь Либерализм бейте Либерализм в том Что может быть Либерализм заключается В том Что Петя Имеет право Поставить Построить себе Дачу новую За 80 миллиардов А Васина мама Имеет право Себе купить Недвижку На 6 миллиардов Может быть Вы имеете ввиду Такой либерализм Где вы здесь Видите либерализм Ну имеется ввиду Либерализм Условное название Не связанное С понятием Свободы А связанное Со властью Так называемых Финансистов Нет никакой Власти У финансистов У обычных У нормальных Есть власть У пацанов Которые Качественно Осваивают Бюджет Российской Федерации И делают Это поверьте мне Качественно Ведь Ну как дети малые Ну хорошо Ну вы же смотрите Документы Смотрите нормативную базу Посмотрите Официальные документы Кто учредитель Фирмы Харти Посмотрите Как работает Прокуратура Для того Чтобы Фирма Харти Исправно Получала Свои деньги Посмотрите Как убиваются Независимые Операторы С помощью Интересных Новых тарифов И той системы Которой Я же разбирался С этим буквально Две недели назад Изнутри Общаясь С людьми Работающими В системе Вы Ну Еще раз Пацаны Слово Либерализм Мне на него Наплевать Я лишь хочу Сказать Что нет Никакого В Российской Федерации Либерализма И по большому Счету За исключением Первых Трех-пяти лет Начало Девяностых Никогда Не было И ссылаться На то Что ли Либерализм Это плохо По меньшей мере Глупо А что хорошо Что вы лично Имеете От нашего Национального Достояния Вы знаете Что у нас Называется Нашим Национальным Достоянием Да Вы от этого Что имеете Ну Плита у меня Газовая Плита Газ Газ Идет Мы счастливы Газ Идет Идет В 21 Веке Сколько В России Негазифицированных Деревень Пожалуйста Умные Способные Молодые Люди Оторвите Задницу Сядьте На машину Съездите В соседние Деревни Ярославской Костранской Рядышком Совсем Два часа И прочих Областей Походите По деревням Понял Смотрите Не У меня же тут Заметки Обрати внимание Я не использовал Ни одного Своего тезиса Это безобразие Мне надо найти Вопросы И использую Тут куча тезисов У меня есть Но я выкину Эту бумагу Потому что На самом деле Это на 20 лекций Замет Хорошо Передел Крабовой отрасли Рейдерские захваты Предприятий Тольятти Азот Который номер один По объемам Производства В мире Почему за подобные Аферы Никто не наказан Хотя факты налицо А почему за эти аферы Должны наказывать Потому что Это аферы Предприятия Гробицы С чьей точки зрения Это аферы И с чьей точки зрения Мной Как налогоплательщика С твоей Как налогоплательщика Видишь ли Значит Это с твоей точки зрения Это действие Является плохим А ведь кому-то Это действие Приносит благо Добро Понимаешь Какая штука Тем У которых Плохо с либерализмом Я понял Нет Эти люди Те люди Считают Что они Смогут Лучше Этим управлять И что на самом деле На самом деле Настало Их время Порулил Попользовался Хватит Я имею ввиду Компанию Рольф Первое место В России По продаже Автомобилей Эту историю Вы знаете Ну хватит Уже Ну Теперь Другие Пришли Хорошо Если отвечать Серьезно Если отвечать Серьезно Понимаешь Предположить Что эти люди Не способны Смотреть Хоть Сколько Нибудь В ближайшее Будущее Я не имею Права То есть Предположить Что они Настолько Тупы Те которые Отжимают И совершают Эти действия Что они Настолько Тупы Что они Не могут Предсказать Даже Своё Будущее В нашей Стране На ближайшие 10 лет Я не верю Что они Настолько Тупы Если же Они Способны Предсказать Будущее Нашей Страны Хотя бы На 10 лет И при этом Делают То что Они Делают Значит Тогда Они Не собираются В нашей Стране По всей Видимости Жить И Доказательством Тому Являются Те площадки Которые Наши И Знаменитые Телеведущие Типа Соловьёва Подготовили У себя За границей И Возьмите Чиновников По кругу И посмотрите Где Обосновываются Дети Мои дети Все в стране Мои дети Все в стране У меня За границей Ничего Нет А что Вы имеете Я только сейчас Начал задумываться Думаю Может Что подготовить Может Хоть что-нибудь Соловьёв Сделал Все чиновники Может Тоже Что-нибудь Сделать А что Вы имеете Ввиду Ждёт Их В перспективе Десяти лет Я Очень Надеюсь Что Их Ждёт Гаага Я на это Очень Надеюсь Я хочу Ответ Понятием Думаю Это хорошая Точка Журнал За иконами Опубликовал Оценки Валют По индексу Бигмака Рубль Оказался Самой Недооцененной Валютой В мире Ребят Пацаны Научите Мать Счасть Вашу Мать На пальцах Показываю Показываю На пальцах Смотрите Открываем Открываем Структуру Российского Экспорта И смотрим На сколько Процентов Бюджет Российской Федерации Состоит От Денег Получаемых По экспорту На сколько Процентов Молодого Человека На подавляющее Большинство Молодец Умница Соответственно Смотрите Если Компания А вы когда приезжаете На автозаправочную станцию Чтобы вы были в курсе И покупаете Литр бензина Там 70-73% Стоимости Литра этого бензина Налоги В том числе Вот эти вот Всякие И так далее И вот смотрите Если я должен 73% налогов Заплатить Я получаю 1 доллар Плачу его Что называется В бюджет Ну продаю На рынке И бюджет Получает 22 рубля Или я продаю Тот же доллар Бюджет Получает 64 рубля Дальше Я эти 22 рубля Беру Отдаю пенсионеру Учителю Или врачу Или я беру 64 рубля Отдаю пенсионеру Учителю Врачу Конечно Доллар Должен Рубль Должен Быть недооценен Потому что В этом случае За гораздо Меньшее количество Бактиков Я смогу Заткнуть Рот Учителям Врачам Пенсионерам И всем остальным Гражданам Чтобы они Первое Жили в проголоде А с другой стороны Чтобы денег Было столько Чтобы они Не бунтовали А с третьей стороны Я их буду держать Нищими Для того Чтобы Они ждали от меня Подачку Понимаете Подачку Если завтра Рубль сделают Нормально Я донес Я донес Идею Как это Механик Благодаря Этой системе И благодаря Новому федеральному Закону Который Вступает С силу С 1 Наря 2020 Года Теперь у меня За границей Будет больше Баксиков Потому что Мне можно Не возвращать Валютную Выручку А соответственно Как только Закон Заработает Я бы хотел Сделать Чтобы доллар Уже стоил Не 64 рубля А 104 рубля Потому что Я же не хочу Ввозить Доллар Уже силу Анонсировал Что Какая-то Небольшая Коррекция Еще нас ждет Ты понимаешь Вот и все Пацаны Как Как один Мне тут Уродец Писал Ничего личного Просто бизнес Пацаны Ничего личного Просто бизнес Если мы Но это Лишь маленькая Часть Слушай Это лишь Маленькая Часть Потому что На самом деле Здесь есть Еще огромная Куча элементов Сколько Процентов Российских Халмазов Вывозится За границу В необработанном Виде Не могу Скажите 97% Почему-то А скажи Пожалуйста А на кого Работает Компания Ависма И что Она производит Ты же посмотри А после этого Молодым Людям своим Объясни Пусть они Посмотрят Кто входит В совет Директоров И в наблюдательные Советы Например Российского Никеля Газпрома И почему Там делают Фамилии Из клана Ротшильда Что там делают Иные Фамилии Вообще Какую функцию Они там Выполняют Какие у них Обязанности Что они Посматривают Или что они Там делают И так далее И тому подобное То есть Это вот Не только Как я Объяснил В части Касающейся Экспорта Импорта И зависимости Бюджета От стоимости Сла И даже И даже Проблема Не в этом Ты знаешь И даже Проблема То есть Понятно Что слабый Рубль Выгнен Экспортерам Но так как У нас Продукция Высокой Технологии Не экспортируется Вообще А продукция Машиностроения Составляет Не больше Пяти процентов То понятно кому он выгоден Слабый рубль И слабый рубль На самом деле Мог бы быть Драйвером экономики Не надо бояться Слабого рубля Хотя я объяснил Почему он слабый И не надо бояться Инфляции При грамотных раскладах Инфляция тащила бы Экономику вверх При условии Если это инфляция Не тысячи процентов Всегда нужно смотреть Цели полагания И всегда нужно смотреть Конечных бенефицаров За каждым Законом За каждым Принимаемым Решением Ищите Конечных Бенефицаров Всегда задавайтесь Вопросом А почему А кому это выгодно И все И все становится На свои места Хорошо Еще одна тема Кому выгодно Четырехдневной Рабочей недели Которую так активно Недавно обсуждали Инициативу Дмитрий Анатольевич Медведев Он же это предложил А как вы думаете Почему Первое Это популизм Второе Дальнейшее обнищание Населения Третье Нищим населением Легче управлять Им легче управлять Вот и все Достаточно этих Трех причин Удивительно то Что наши люди Оказались В разы разумнее Нашего премьер-министра И по всем опросам Наши люди Проголосовали Против этого Дурдома Четырехдневной Рабочицы Это кстати правда Порадовало Несмотря на весь Популизм Люди Люди пошли Наши люди Оказались намного Разумнее В них больше Здравого смысла Чем у нашего Правительства Знаете Я тут Разговаривал с рабочими С пацанами Которые дома строят Я вам честно скажу То как они Рассуждают По простому Относительно Всей этой Экономической поливки Там здравого Смысла В разы больше Чем у некоторых Наших министров Вот честно Вот просто Ну мужик работает Он ведет Домашнее хозяйство Они умеют Деньги распределять Намного Намного Грамотнее Чем это делают Наши депутаты Жизнь научил Вот и все Владимир В качестве заключения Нет В какой заключении Может на вопросы Ответим на какие Я ожидаю мата Какого-то в свой адрес Инжин Что за эфир Без мата Я думаю мы потом Почитаем Комментарик Почитаем В качестве заключения Что бы вы посоветовали Молодому человеку Который думает Связать свою жизнь Моя тема Пацаны Слушайте Слушайте Что я посоветую Молодому человеку Первое Не слушать таких Как я И посылать таких Как я подальше Со всеми нашими Советами И если эти советы В каком случае посылать Неогульно Если эти советы Не направлены На помощь вам Если эти советы Не дают вам решение Если эти советы Не дают вам решение Не слушайте даже А вот Если эти советы Даны С уважением Ласково Ненавязчиво И типа Ну слушай Вот у меня есть успешный опыт Ты можешь попробовать Второй шаг Ребята Пока общие шаги Второй шаг Знаете как Вам скажу честно Чем меньше Вы будете Интересоваться Вещами Которые не влияют На вашу жизнь Тем здоровее будете И тем больше Можете добиться Да я прошу вас Интересуйтесь политикой Да я прошу вас Отстаивайте Свою точку зрения Потому что Это ваша страна Вам не жить И вам Ею управлять Поэтому надо Куда-то выйти Выходите Надо открыть рот Открывайте Тем более Вам нечего терять И нечего бояться Но Пацаны Не слушайте Тех Кто не дает Решений Кто выступает За переворот За то чтобы Все распилить И разделить Они дают решений Слушайте тех Кто дает Какие-то решения В том числе Цивилизующие С точки зрения Бизнеса Ребят На сегодняшний день Если сравнивать Стартовые условия Для начала Ведения бизнеса У нас и на западе У нас они в разы лучше В том числе Благодаря щадящим Системам налогообложения У нас проблема В другом У нас атмосфера Плохая Дышать нечем Придавили Раздавили И существует Страх за будущее Вот наша проблема С точки зрения Нормы прибыли С точки зрения Вхождения на рынки С точки зрения Я даже готов Поддерживать Стартаперов Каких-то Сейчас хочу Запустить программу Будем отбирать Лучших Смотришь Может что-то Вместе удастся родить И продать Эти технологии Не у нас Так на западе Со всех этих С точки зрения Экономики Нормы прибыли С точки зрения Налогов Вы можете Мыслить гениально И нюхом Предположить Какой Спрос будет И на что Либо проводите Исследования Но ни в коем случае Не лезьте на те рынки Которые уже заняты Нет никаких проблем Энергии молодого Хватит Войти на полностью Забитый рынок И все равно Там добиться успеха Вашей энергии Хватит Но по мне Намного проще Будет Предвидеть Чуть-чуть Для этого Вам необходимо Ребята Вы в курсе Что у нас 80% людей Ни разу не были За границей В курсе Фигня полная Пацаны Я не знаю Езжайте на экскурсию В Японию Езжайте на экскурсию В Силиконовую долину Это недорого Все стоит Можно накопить Эти 40 тысяч рублей На билет Можно там Автостопом поехать Либо чуть-чуть Езжайте Высокотехнологичные центры Смотрите Как это работает Почувствуйте Их атмосферу Возвращайтесь И делайте Это у нас То есть Я призываю К тому Что вы должны Быть способны Поместить мысли На себя В будущее И посмотреть Какие отрасли Будут развиваться Отрасли Виртуальной реальности Учебники Сейчас был У меня тут бизнесмен Который тут двигает Когда ты учебник Открываешь Одеваешь очки Читаешь текст А тут бегаю Как для детей Это делается Бегают Прыгают То есть Вот Виртуальная Учебная реальность Но я Сейчас говорю О банальных вещах Которых у нас Тем не менее В России нет На 19-й год Крупная Американская компания По перевозке грузов Заказала 1100 Электрокаров Ну большие грузовики Только на Электродвигателях Будущее За водородными двигателями За электрическими Будущее А недавно Я читал тут новость Пошло уже Промышленную Пока продажу Для крупных компаний Пошли флешки Флешки На основе Генома Генов И там Оказывается Память их В разы больше Или там Короче Я могу Много об этом Рассказывать Но молодые люди Знают эти вещи Наверное Лучше меня Идея Идея Их не били, их не воспитывали при советской власти, как меня. Им не вдалбливали в голову принципы демократического централизма, и они не учили наизусть манифест коммунистической партии, как я его учил. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. У вас страха быть не должно. У вас не должно быть этих барьеров. Просто идите и херачьте, и у вас все получится. Не обращайте ни на что внимания. Доверяйте себе, просто идите и делайте. И если кто-то из таких 53-х трехлетних мудаков, как я, попытается вас остановить, пошлите его нахуй, и все будет хорошо у вас. Спасибо, Владимир. Пожалуйста. До новых встреч. Вот. Спасибо.